МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Наринмарского объединенного авиаотряда Валерия Стопчук. Валерий Евгеньевич, здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас в студии. Расскажите, что там произошло, почему люди жалуются на задержки рейса? Собственно говоря, я по этой причине и пришел сегодня в студию, для того, чтобы объяснить, что происходит с гражданской авиацией в целом в России, с Наринмарским предприятием, с теми авиакомпаниями, которые выполняют к нам полеты. Скажу, во-первых, о глобальном кризисе, потому что не очень хотелось бы это говорить, но тем не менее Росавиация не занимается подготовкой персонала для гражданской авиации. Вы, наверное, видели репортажи о том, что закрываются частные школы, что признают недействительными пилотские свидетельства, даже у тех пилотов, которые являются на сегодня инструкторами. Проблема очень большая. Мы очень долго жили за счет тех резервов, которые были накоплены в советское время. Это как и по воздушным судам, так и по персоналу. Ну, такие, если хотите, коротко цифры. На сегодня все пассажирские перевозки в России осуществляют 15 тысяч человек. Если убрать из них частных пилотов, то на регулярке работает порядка 10 тысяч пилотов самолетов. Это все компании, которые летают в России с российской регистрацией. И порядка 3 тысяч пилотов вертолетов, которые выполняют, соответственно, в различных компаниях полеты по всему практически северу. Так вот, возрастной состав этого персонала на самолетах абсолютно достоверно известно. Более 5 тысяч человек из 10, то есть более половины, это люди старше 50 лет. Это выпуск, скажем так, 80-е, 90-е годы советских времен. Вертолетной авиации еще хуже стоит ситуация. Почему? Потому что там 75% старше 50 лет. То есть из 3 тысяч, 2 тысячи – это люди, которые уйдут в ближайшие 3-5 лет на пенсию, по возрасту, по состоянию здоровья. Коснулась эта ситуация и нашего предприятия. Только за последние полтора года у нас ушло 9 командиров со всеми допусками, со всеми минимумами. По разным причинам. Но в основном это здоровье. Это возраст, это здоровье. Никуда мы от этого не денемся. И все мы рано или поздно пойдем на пенсию. К сожалению, училища выпускает очень небольшое количество персонала. Допустим, взять вертолетное училище Омское. Они набирали по 100 человек, выпускают едва по 50. То есть отсев большой? Нет, отсев большой, нет достойного финансирования. На сегодня в училище всего лишь 4 живых вертолета, 3 инструктора, а на 100 человек это катастрофически мало. Я помню, по советским временам на роту из 100 человек было 12 вертолетов и как минимум 15 инструкторов. То есть я понимаю, что не успевают, нет денег на топливо, поэтому проблема ротации кадров, она очень остро стоит во всей гражданской авиации, как самолетной, так и вертолетной. Это вот из глобальных проблем. Ну, мы видим и по авиакомпаниям. Допустим, по Нейнмарскому авиаотряду в 2017 году у нас было 115 летчиков, на сегодня 86. В основном, конечно, помимо возраста, помимо медицинских показаний, по которым уходят пилоты, это еще и ушло очень много молодежи, которая была заточена на большие самолеты. То есть на больших самолетах зарплата в разы больше. То есть второй пилот на Ан-2 у нас получает в три раза меньше, чем второй пилот на Боинге. Поэтому ребята сидели, спокойно учили английский язык, там требования четвертый уровень. И вот, я говорю, эскадрилья из 22 человек осталось 8. Ну, это почувствовали наши пассажиры, потому что самолеты Ан-2 стали летать гораздо меньше. Ну и, помимо всего прочего, на Ми-8 у нас начал происходить отток кадров, потому что все вертолетные компании, понимая, что им не хватает персонала, начали поднимать заработную плату. На сегодня есть компании, которые платят 1 миллион рублей за готового командира воздушного судна. Если он переходит, то есть дают ему как подъемные 1 миллион рублей и заключают контракт на 5 лет. Многие на это покупаются, но мы стараемся сохранить. У нас буквально пару человек ушло по этой причине. Мы пытаемся сохранить этот персонал, но тем не менее условия у нас достаточно жесткие. И то, что мне удалось сделать, это построить вот это общежитие для молодежи, потому что уходят люди с квартирами и без здоровья, приходится здоровьем, но без квартир. Для молодежи мы предлагаем тоже подъемные в определенном количестве денег. Но острая нехватка помимо пилотов еще и по инженерно-техническому персоналу. Такая же история, тоже достаточно невысокая заработная плата, хотя работа востребована. И на сегодня мы тоже пересматриваем уже формы оплаты труда технического персонала для того, чтобы успевать делать вот эти большие объемы работ. Еще раз подчеркиваю, там в ВТБ у нас тоже нехватка порядка 30 вакантных мест. Это инженерный и технический персонал. Основная причина задержек, и тем не менее, задержки у нас в основном проходят, я хочу просто успокоить население, мы из года в год проходим и наступаем на одни и те же грабли. У нас Арктика, и, к сожалению, октябрь, ноябрь, декабрь — это самые сложные месяцы в нашей работе, когда мы, грубо говоря, один летаем, два сидим. Это неустойчивые погоды, это переохлажденные осадки, гололеды, метели и так далее. Сложные метеоусловия, Арктика, она не дает нам расслабиться. Атлантические циклоны никто не отменял, и, к сожалению, в последнее время участились случаи закрытия воздушного пространства в интересах Министерства обороны, так называемые режимы ограничения использования воздушного пространства. Вот и суббота, воскресенье, понедельник, сегодня воздушное пространство на Запад закрыто, поэтому даже если мы очень захотим, мы не имеем права туда вылетать, и закрывают его от нуля и до 15 километров. То есть не облететь ни верхом, ни боком, ни низом практически невозможно. Поэтому эти задержки накапливаются пассажирам в аэропорту, и тем не менее мы все возможное делаем, и в самых сложных погодных условиях стараемся выполнить перевозки. Я наблюдаю картину, если с 2014 года, после того, когда баррель у нас обрушился, произошел, на самом деле уменьшились доходы населения, меньше стало возможности летать, и в 2015-2016-2017 год мы имели падение пассажиропотока где-то в среднем от 3 до 5 процента, только по местным воздушным линиям. По транзиту, то, что летает на большую землю, там до 7 процентов доходило. Вот уже в 2018-2019 год наблюдается рост более 7 процентов, поэтому пассажиропоток растет, количество рейсов, к сожалению, мы не можем его увеличить самолетами Ан-2 из-за отсутствия пилотов, поэтому стараемся сделать все на Ми-8, меньшим количеством рейсов, или практически таким же, мы уже перевезли. Пассажиропоток 2017 года, к концу ноября. Много нареканий на почту, на перевозку почты. Почтовые отправления, это тоже отдельные песни. Сейчас, тем более, Новый год, да? Да, к Новому году, да, стараются... Могут не успеть, люди волнуются. ...заказать подарки. Но история вот в чем заключается. Как я уже сказал, пассажиропоток растет, и эти 7 процентов, это, по сути, еще один пассажир на каждом воздушном судне. То есть, каждое воздушное судно имеет предельную загрузку, которая зависит от расстояния. То есть, чем больше расстояния, тем больше ты вынужден брать топлива и меньше загрузки. И так как мы, в соответствии с соглашением с департаментом строительства ЖКХ, транспорта и связи по заключенному соглашению, по согласованному расписанию выполняем полеты, они называются соглашения о пассажирских субсидируемых перевозках. Я подчеркиваю, пассажирские субсидируемые... То есть, субсидируется пассажир. Субсидируется не авиапредприятие, субсидируется пассажир. Поэтому никто нам не субсидирует грузовые перевозки, к которым относятся почтовые. Ну и часто приходится сталкиваться с такой дилеммой. Помимо почты, мы везем еще грузы. Грузы различного назначения. Например, в Министерской фармации отправляют лекарства. А Северожилкомсервис отправляют запчасти. Отправляют детское молочное питание. Там эти сухие порошковые смеси и так далее. Вот мне, как руководителю, часто приходится сталкиваться с тем, что приходится определять, а что в первую очередь везти. Ведь не привезешь запчасть для дизеля, поселок останется без электроэнергии. Не привезешь лекарства, будет страдать человек. Не привезешь детское питание, не у всех матерей с молоком, скажем так. Ну уж. Не привезешь почту, опять ты плохой. Вот в такой... Находясь в такой ситуации, каждое утро мне приходится определять, приоритет мы всегда ставим, это пассажир. Пассажир должен улететь, особенно если он приобрел билет, он должен улететь в первую очередь. И первоочередная задача и обязанность департамента, который нам поручил эту задачу, это перевозка пассажиров. Это необсуждаемо. В первую очередь летят пассажиры. Вторая задача — это жизнеобеспечение. Конечно, это запчасти Север-Жилкомсервиса. Третья задача — это, конечно, лекарства. Вот эти приоритеты, они расставлены, и только потом почта. С почты у нас заключен договор, мы на каждом воздушном судне перевозим совершенно спокойно по договору 60 килограмм почты, хотя по факту там получается значительно больше. Я вам приведу простой пример, например, поселок Амдерма, который больше всего жалуется, что им не отправляется почта. Вот передо мной лежат бумаги. За прошлый год, так, за 2018 год в Амдерму было перевезено 9 тысяч и 9 килограмма, ну, то есть 9 тонн почты. В этом году 9 тысяч 955, без малого 10 тонн за 10 месяцев. Если меня кто-то хочет упрекнуть, что мы не возим почту, это будет неправомерно по одной простой причине, потому что почту-то мы возим, все равно. И дополнительные рейсы организуем, и летом, понимая, что пики отпусков есть, практически каждый день мы один-два дополнительных рейса выполняем для того, чтобы своевременно увозить наших пассажиров. Сейчас новогодние праздники, наверняка и студенты полетят домой, да? Будут дополнительные рейсы к Новому году? Мы попали, я еще раз говорю, мы попали в такой цейтнот, когда заканчивается потенциал Советского Союза, который был заложен, да, и людской потенциал, и, к сожалению, к сожалению, у нас в этом году очень сильно подвел авиаремонтный завод, 356-й, это военный завод, у них поступил госзаказ, и наши вертолеты отодвинули в сторону, которые должны были прийти в мае и в июне. Поэтому на оставшиеся вертолеты легла огромная нагрузка. К сожалению, еще три вертолета у меня сегодня уже уходят на завод, ближайший приход вертолета, я думаю, вот к концу этой недели только первый вертолет придет из ремонта, на следующей неделе еще один, и через неделю, соответственно, третий. Я думаю, что с такими сложными погодными условиями мы постараемся в первую очередь перевезти пассажиров. К сожалению, зная пассажиропоток, летят студенты, мы в первую очередь возим, еще раз подчеркиваю, людей, пассажиров. Я понимаю, что те пассажиры, которые улетят в деревню, после Нового года полетят обратно. То есть у нас отсюда будут уходить пустые вертолеты, мы их будем догружать этой почтой, и почту люди получат буквально в первой декаде января практически все. Но я смотрел просто скопление, вертолет не резиновый, мы исчерпали свои резервы по объему, по провозным костям, но сказать, что мы ничего не делаем, нет, мы делаем, мы предпринимаем определенные шаги, по крайней мере, на последнем совете директоров. Этот вопрос был согласован с губернатором. Мы показали, доказали управлению по госрегулированию цены тарифов о том, что новый вертолет экономически будет тоже вполне оправдан, потому что новые вертолеты, это, как правило, вертолеты МТВА, МТ, с предельной загрузкой на одну тонну больше, это внешние баки, которые позволяют увеличить внутренний объем загрузки. И вот эти вертолеты, они нам позволят, в общем-то, решать проблемы и пассажирских перевозок. То есть у нас стоит сейчас в заказе два вертолета, проходят закупочные процедуры. Ну и стоимость вертолета, люди должны понимать, это практически 500 миллионов каждый вертолет. Два вертолета — это один миллиард рублей. Да, мы их берем в лизинг, но лизинговая нагрузка просто сумасшедшая, ложится на авиапредприятия. Чтобы вы понимали, летал-не летал вертолет, а 24 миллиона за четыре вертолета мы ежемесячно платим лизинговым компаниям. Поэтому мы заинтересованы в их исправности, мы заинтересованы в том, чтобы они интенсивно летали. Чем больше они будут летать, тем легче нам будет расплачиваться по лизинговым платежам. Ну я должен еще отметить, что авиапредприятия — это как бы два предприятия в одном, потому что это и аэропорт, это и авиакомпания. И те вопросы, которые, допустим, задают по... Почему у нас Руслай не прилетел? Я говорю, задавайте вопрос Руслай, но это не наша авиакомпания. Наша авиакомпания... Их немножко задержки, потому что они... Каждый третий рейс он либо отменен, либо задержан. И вот буквально вчера я стояла в авиакассе, и мужчина сдавал билет, он потерял 200 тысяч рублей, потому что должен был лететь в Китай на лечение, рейс отменили, человек остался... И по правилам, вроде бы, как технические неполадки, как мне объяснили сотрудники, что даже если он подаст в суд, то он ничего не выиграет. Так это на самом деле или нет? Я думаю, что это не так. Если по вине компании, независимо от того, если тем более это техническая неполадка, есть причины, независящие, как погодные условия, допустим, в нашей Арктике, но по техническим причинам неисправность, да, я тоже не сторонник того, чтобы выполнять полеты на неисправных воздушных судах, но, к сожалению, опыт компании «Руслайн», она уже в четвертый раз приходит к нам, он показывает, что они берут немножко больше, чем, как говорится, они могут выполнить. Есть так называемые понятия резервирования воздушных судов, то есть в случае отказа на определенное количество воздушных судов, там на шесть судов должно быть одно резервное. То есть шесть самолетов стоит в обороте, седьмое должно быть в резерве стоять для того, чтобы закрывать вот эти... У них этого нет, да, я так понимаю? Ну да, к сожалению, компания «Руслайн» нам показала, вот особенно осеннее время, когда вот переходные периоды, перепады плюс два, минус два, капризная техника достаточно импортная, каждый третий вылет компании «Руслайн» идет с задержкой, причем с серьезными задержками, там пять и более часов. Некоторые рейсы отменяются, переносятся. К сожалению, в субботу мы имели неприятный случай, когда, ну, по, скажем так, по физическому состоянию вынуждены были снять двух пассажиров, и экипаж для того, чтобы не задерживать вылет, дал команду снять весь багаж. То есть люди улетели в Санкт-Петербург без багажа. Его отправили только вчера в 20.00, они в 22.30 только получили свой багаж. Я представляю себе, если у человека идет какая-то стыковка, то есть проблема очень большая. Я считаю, что в такой ситуации надо подавать суд, а суд все рассудит. Если компания не смогла, там была какая-то техническая неисправность, она обязана была там в течение одного-двух часов поставить резервное воздушное судно. Такие действия. Несколько было задержек у Ютера, Ютер всегда предоставлял резервное воздушное судно, всегда приходил Боинг, на неисправный привозили запчасти, и возили пассажиров. То есть Ютера всегда в этом смысле корректно поступает. Также поступала компания Smartavia. Ну, это федеральная субсидия. Очень хотелось Руслайну заработать денег побольше. Да, по этому году почти 12% рост пассажиропотока из-за вот этих дешевых билетов. Но, с другой стороны, мы получаем, это палка, как говорится, о двух концах. Приходит компания. Та компания, которая регулярно летала, начинает уходить. То есть Smartavia отреагировала, зачем ему выполнять порожные рейсы. Они ушли с Архангельска в вторник и субботу. То есть в убыток себе никто не готов работать. Поэтому проблема существует. Не всегда дешево, это хорошо. По крайней мере, на следующий год Руслайн остался на федеральной субсидии на линиях Уфа, Перми, Екатеринбург, Сыктывкар, Киров. Направление Архангельский, Санкт-Петербург. Федеральную субсидию получила компания Smartavia. Я думаю, там уже будет регулярность более-менее нормальная. Каждый день после Нового года будут выполняться рейсы. По обычному расписанию. И, помимо всего прочего, два раза в неделю будет Санкт-Петербург пополняться по федеральной субсидии. Это радует. А сейчас все... Ну а как повлиять на это оставшееся время? Потому что сейчас такая жаркая пора. Все летят в Петербург. Вы знаете, я сам летаю. Я понимаю, как командиры принимают решения. Тут важно не быть авантюристом, не летать на неисправных воздушных судах, не летать в плохую погоду. Да, предельные значения, допустим, ветра по боковой составляющей у Боинга гораздо выше, чем у бомбардира 200-го, на котором летает Руслайн. Поэтому у них регулярность чуть повыше. Да, сейчас сложные условия. Нам приходится уже порядка 50 тонн химреагентов. Мы высыпали на полосу для того, чтобы поддерживать этот приемлемый коэффициент сцепления, такой же, как там, допустим, в Усинске, в Архангельске 0,35-0,37. Надо отдать должное. У нас аэродромная служба, это не так много людей, но тем не менее они мужественно в 5 утра начинают чистить эту полосу, рассыпать этот химреагент, смотреть за ним, чтобы он вовремя отреагировал. Вовремя его еще нужно убрать с полосы, чтобы он не превратился в итоге в лед, потому что химреагент, он растапливает снег, лед, превращает его в воду, но через определенное время эта вода все равно замерзнет, поэтому нужно своевременно реагировать, вовремя убирать эту слякоть с полосы для того, чтобы поддерживать полосу в рабочем состоянии. Как дела обстоят с санитарной авиацией? Ну, самое сложное, у нас буквально на прошлой неделе, наверное, дней 10 назад было 5 санзаданий, это было и НИС, и Харута, и Пеша, и Индиго, и все на свете. Что случилось, давление из-за погоды? Да нет, бывают такие совпадения, к сожалению, люди болеют не ритмично, то есть то густо, то пусто. Бывают три дня не одного санзадания, а потом как из ящика Пандоры высыпается. Ну, справляемся, справляемся, очень сложно летать, конечно, ночью. У нас полярная ночь, с 13 декабря солнце вообще не будет выходить из-за горизонта и до 3 января. Светлого времени очень мало, всего лишь 4 часа, то с 10 до 14, если мы по дневному прогнозу что-то успеваем сделать, конечно, в более выгодном положении находятся вот эти ближние, как бы населенные пункты, там Харивер, Пеша, не знаю, Индиго. А самое сложное, это выполнить полеты НИС, Шойна, Усть-Кара, Каратайка. Поэтому с губернатором согласовали вот новые вертолеты для того, чтобы их как раз, они оборудованы специально для приборных полетов, для ночных, но не всегда ночью тоже можно летать, потому что погодные условия разные. Главное, чтобы погода подходила. Но то, что провозную емкость мы увеличим и загрузку кабины мы увеличим на следующий год, это однозначно. Конечно, будем работать. Сейчас мы уже выходим на департамент образования, хотим поработать с целевыми местами. Я приглашаю всех желающих, потому что ко мне часто обращаются, Валерий Евгеньевич, помогите, пожалуйста, устроить ребенка на работу. А кто он? Кинорежиссер. Я смотрю обычно на этих людей и думаю, а чем вы думали, когда вы советовали ребенку, или вы бы могли подсказать очень востребованная специальность пилот, очень востребованная специальность авиатехники, инженер. Я приглашаю всех. Вы гарантированно получите заработную плату и готов. Сейчас мы отработаем с департаментом образования для того, чтобы так же, как и по другим необходимым специальностям, там, вот, врачи, там, педагоги. Какие-то льготы, да? Да, чтобы... Не, я гарантированно устрою на работу специалистов, которые нам необходимы, чтобы было еще дополнительное какое-то финансирование из окружной казны тем, кто учится без троек, например, на одни пятерки. Почему бы не доплачивать этим детям, это талантливые дети, стипендию, там, скажем, 5 тысяч в месяц. Почему бы не доплачивать 3 тысячи тому, кто учится без троек? Ребенок заканчивает 11 класс. Вот куда ему обратиться, чтобы помогли? Какие предметы нужно сдавать, да? И вообще, где эти образовательные учреждения находятся? Ну, самую достойную информацию можно получить у нас в отделе кадров. Мы планируем в следующем году провести уроки профориентации по всем школам, по всем выпускным классам. То есть это 11 классы. Мы готовы помочь, мы готовы подсказать и рассказать. Дело в том, что к здоровью пилоту предъявляются очень высокие требования. И для того, чтобы ребята не страдали, им лучше заранее где-то на каникулах, на весенних съездить. Мы скажем, где это, сколько это стоит, и человек будет понимать, он проходной или не проходной. То есть пройти медкомиссию где-то, да? Да, это самое главное, это медкомиссия. Ну, даже если медкомиссия не получается пройти, там, допустим, ну, нет здоровья у тебя. Можно инженером пойти. Есть масса должностей на земле. Они тоже достаточно интересны. И я думаю, в ближайшее время там будет пересмотрена и форма оплаты труда, и будет и достойная заработная оплата, по крайней мере. У нас работают целые поколения, целые династии. И родители, и дети, и в летной работе, и на летной работе очень много таких специалистов, и в службе ИАС, инженерно-авиационной службы. Средняя заработная плата, примерно, летчика. Понимаем, что все зависит от часов налета. Ну, средняя заработная плата по предприятию, это где-то порядка 77-79 тысяч на сегодня. Но я думаю, что в любом случае она будет расти. У летного состава зарплата в зависимости от должности. Когда ты начинаешь, тем более мы сейчас выплачиваем все надбавки, все коэффициенты. Ну, коэффициент, понятно, районный. А климатические надбавки мы сейчас летному составу выплачиваем сразу для того, чтобы удержать. У нас чуть получше ситуация, чем в целом по России. И у нас, скажем так, 50% до 40 лет и 50% старше 40 лет. Хотя везде там 50% старше 50. Но сейчас вот мы испытываем остро нехватку. Я готов взять там 8-10 пилотов на Ми-8. АН-2, к сожалению, с 2012 года никто не выпускает. И на сегодня нет учебных программ. Мне довелось участвовать в двух комитетах. Это комитеты по транспорту, по развитию Арктики и Дальнего Востока, по развитию авиации. И Совет Федерации, и Государственная Дума. Везде говорил я одну и ту же фразу. Ребят, самолетов и вертолеты можно наделать сколько угодно. Персонала нет, к сожалению. Поэтому эта профессия, она 100% даст вам устройство на работу по окончанию. Поэтому я призываю нашу молодежь обратить внимание на эту профессию и приходить в эту профессию. Командир на Ми-8 при полном налете 80 часов 200 тысяч получает. Это приличная заработная плата, я считаю, на Ми-8. На АН-2 чуть поменьше. У вас даже девушки-пилоты есть. Одна только, да? Ну, Злата Чевердынская, да. Кстати, человек пришел с красным дипломом после окончания Омского училища. Сейчас она заочно учится еще в двух институтах. Она хочет быть космонавтом. Я должен сказать, что за два года, которые она здесь отлетала, она уже больше тысячи часов налетала. Отзывы от командиров о ее профессионализме очень высокие. Мы рассматриваем ее кандидатуру на следующий год на ввод в командиры. Да. Удивляет женщина. А во сколько лет уходят на пенсию? В подлевочеке. По-разному. У каждого свое здоровье. Это такая индивидуальная штука. Я, честно говоря, когда приходил сюда на работу, для себя ставил потолок 45 лет. Когда мы пришли, самый пожилой командир у нас был 42 года. Ну, а сегодня нам знакома история, когда до 68-ми Борис Григорьевич Сыровенко летал. В 68-м он еще летал. Командиром эскадрильи был на Ан-2 и летал на самолете Ан-2. Он летал почти 25 тысяч. Ну, в среднем до 55-60 летает. В зависимости от того, как ты относишься к своему здоровью и к жизни в целом. Дорогенович, сейчас декабрь, можно уже подвести итоги. Вот как отработали в целом год и какие планы на следующие? К сожалению, год был очень тяжелый. Ну, я говорил, что это два предприятия, а видов деятельности у нас три. То есть аэропортовая деятельность, она как бы всегда была немножко убыточно субсидируемой у полеты. Ну, вот мы сейчас ввели раздельный учет, для того, чтобы понимать, аэропортовую деятельность субсидируемого полета нам тоже принесли убытки 11 миллионов по прошлому году. В этом году всегда нам приносила прибыль только работа на нефтянку. У нас тоже есть, скажем так, долгосрочные контракты с такими крупными компаниями, как «Лукойл», «Роснефть». Очень жесткие требования, очень жесткие штрафные санкции для того, чтобы выполнять и пассажирские полеты, и на нефтянку. Вынужден был привлекать, на сегодня у меня работает 4 арендованных вертолета. Один вертолет без экипажа мы взяли, два вертолета с экипажами второго архангельского отряда, которые регулярно у нас работают, они в основном на нефтянку. И «Газпромовский» экипаж у меня работает тоже в Харяге. По объемам работ мы идем с превышением по прошлому году процентов, там небольшой процент по налету часов, но тем не менее по перевезенным пассажирам мы уже имеем 7% только на местных воздушных линиях. По доходам имеем неплохой плюс, потому что смещается все-таки спрос у нефтяников есть на новые вертолеты, более дорогие по цене, поэтому и доходная часть у нас увеличивается процентов на 10 при том же объеме работы. Я имею в виду по налету часов, просто там более дорогим налетным часом работаем. Перспективы достаточно неплохие, планируем закончить тоже с прибылью. Она будет небольшая, рентабельность, к сожалению, авиационного производства она очень невысока. У нас не так много компаний, которые прибыльные. Если исключить компанию «Аэрофлот», их можно по пальцам одной руки посчитать. По вертолетным компаниям ситуация не намного лучше. Мне, по крайней мере, неизвестны компании, которые работают с прибылью на вертолетах. Валерий Евгеньевич, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию, все разъяснили. Я думаю, вашим пассажирам теперь будет все понятно. Желаем вам успехов, вам и вашим коллегам, и легких полетов, как говорится. Спасибо. Приходите еще. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был директор Наринмарского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»